Тюменские врачи провели редкие операции на сердце. Имплантировали электрокардиостимуляторы тюменским пенсионерам. Дело в том, что возраст у пациентов довольно солидный. Женщине 100, а мужчине 98 лет. Анастасия Нахрачева о сердечной помощи. Как самочувствие ваше? Она плохо слышит. Стимулятор хорошо у вас работает. На этом экране видно, как ровно бьется ее сердце. Несмотря на то, что Мария Андреевна уже перешагнула вековой порог. Но буквально пару месяцев назад все было иначе. Бабушке резко стало плохо. Дышка, предобморочное состояние. На скорой ее экстренно доставили в первую областную. Врачи приняли решение имплантировать кардиоэлектростимулятор. Если бы, мне кажется, не этот аппарат, неизвестно, что было бы дальше. Так что большое спасибо. У нас и правнучка, и у меня моя дочка тоже ей гордится. Все в школе рассказывают, как и что. Как бабушка себя чувствует, как она с ней играет, рисует еще. В груди у Федора Григорьевича тоже имплантирован маленький компьютер, регулирующий ритм сердца. Ветераны Великой Отечественной прооперировали практически в то же время, что и Марию Андреевну. Сейчас чувствует себя хорошо. Читает стихи о войне и даже успевает шутить. В огне сражения вместе мы горели. Мы не умели полнокалотнеть. Если это все мы одолели, то старость сможем одолеть. С костыльком деду 98 лет. Нормально, хорошо. Можно жениться. Всего за прошлый год тюменские хирурги имплантировали более 450 кардиостимуляторов. Средний возраст пациентов около 70 лет. Усложняет такие операции плохое состояние как самих сосудов, так и кожи. Выполняется разрез подключечной области, формируется ложь или кармашек для кардиостимулятора. У пожилых пациентов обычно кожа истончена и приходится думать, как это все сделать. Еще буквально несколько лет назад возможности лечения людей пожилого возраста были очень ограничены. Но медицина стремительно развивается и не только в области кардиологии. За прошлый год в первой областной больнице получили лечение более 1300 пациентов старше 80 лет. Помимо операции на сердце, врачи успешно выполняют лечение глаукомы и катаракты, депротизирование суставов и других ранее недоступных в таком возрасте хирургических вмешательств. Весной врачи ждут пациентов на повторное обследование. К слову, в конце мая Федору Григорьевичу исполнится 99 лет. Анастасия Нахрачева, Евгений Проскуряков. Тюменское время. Субтитры создавал DimaTorzok